МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин сегодня в нашем выпуске. Издательское дело и книгопечатание вчера и сегодня. В областной научной библиотеке прошли 10-е кардские чтения, приуроченные к 240-летию Гродненской королевской типографии. Не упусти свой шанс. В Гродно прошла ярмарка вакансий для ранее судимых граждан. Забота о детях. Представители Гродненской табачной фабрики Неман посетили Панемунский детский дом и вручили воспитанникам подарки. Историки и краеведы отметили 240-летие Гродненской королевской типографии. В Гродно уже в десятый раз прошли ежегодные кардские чтения на базе областной научной библиотеки. Представители ученой общественности города обсудили развитие Гродненского книгоиздания в прошлом и оценили, как обстоят дела в книжном деле сегодня. К кардским чтениям приурочили и уникальную выставку, где были представлены 19 старинных изданий, выпущенные Гродненской королевской типографией в XVIII веке. Обо всем подробнее Вероника Цыганок. Гродненские календары 1778 и 1785 годов, надрукованные у королевской друкарни Антония Тезингауза, заховалися уадзенным экземплярым. Зараз, как и 17 остальных выданий, они представлены на выставе, сделанной до 10-х Гродненских навыковых читаний. В этом году они просвечены 240 годню Гродненской королевской друкарни, которая действовала в другой полове XVIII-го года. Там выдавалась не только официальная литература, трибунал ВКЛ, промовы послов, а и навыковая. А кроме того, друковались и мастацкие отворы, газеты и подробные календары. Выдавались мастацкие отворы Вольтера, Мольера, так само друковались и польские авторы, наши земляки. Это Карпинский, Карпицкий и многие другие. А кроме этого, у друкарни выдавалась первая газета Беларуси, газета Градзенская. У этой друкарни выдавался так само и курьер литовский. Так что вельми шмат информации имели городенцы, дякуючи миновитой деятельности городенской королевской друкарни. Сирот есть уникальный, який на сегодняшний день ведомый только один экземпляр. Например, гродненский календар на 1785 год. Альбо вершин итальянской мовы на годы шлюбу Францишка Стапеги и Пелагея Потоцкой. Так само один экземпляр – сбор ритма польских, який вышел у нас в Гродне. На читание были запрошены навыковцы с Гродненского державного университета им. Янки Купалы, представники Гродненского державного историко-археологичного музея, Гродненской друкарни и одного из беларусских выдавецов. За круглым столом удельники разглядели пытания, какие оттучатся деятельности друкарни Антония Тезингауза, а так само обмерковали книговыдавецкую деятельность как 18-х, 20-х столетий, так и 21-го. Как ни странно, до сих пор мы не можем, грубо говоря, переплюнуть Гутенберга и Скорину, потому что они действительно занимались искусством. Потому что книга и издание – это прежде всего искусство. И очень приятно, скажем так, наследникам и творить в Гродно, в том же королевском городе, где когда-то основал свою типографию Тезингауза. С встречи прошла плённо. Завершились науковые читания, дискуссиями и подведением выникал. Вероника Цыганок, Сергей Печарица, Новинный, Гродно+. В пункте пропуска «Привалка» проходит эксперимент по отмене учётно-контрольных талонов в автомобильных пунктах пропуска. Об этом рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Новую информационную систему решили испытать на базе Гродненской региональной таможни. По результатам тестирования эта технология к концу года будет распространена и на другие пункты пропуска. Такое нововведение – следующий этап в усовершенствовании таможенного оформления после введения электронного декларирования. По словам Владимира Орловского, в следующем году учётно-контрольные талоны отменят во всех пунктах пропуска нашей страны. Не упусти шанс. Стать полноценным членом общества сегодня предложили бывшим заключённым. На базе ЖС-1 Ленинского района прошла ярмарка вакансий для людей, которые в прошлом имели проблемы с законом. Трудности с трудоустройством этой категории граждан были всегда, поэтому подобные акции проводятся каждые три месяца. Ранее судимым гродненцам предложили рабочие места, для которых не требуется специальное образование и квалификация. Подробности в репортаже нашей съёмочной группы. Как найти своё место в жизни? С таким вопросом часто сталкиваются лица, имевшие проблемы с законом. Трудоустройство граждан с судимостью всегда актуальная тема. Сегодня Ленинский районный отдел внутренних дел совместно с Управлением по труду, занятости и социальной защите Гродненского горсполкома провели акцию «Не упусти свой шанс». Бывшим заключённым предлагали рабочие специальности. На встречу к вернувшимся из мест не столь отдалённых пришли представители УЖРЭПа, ЖЭСов, спецавтохозяйства. Мы проводим такие акции ежеквартально. Конечно, все понимают, что сейчас очень напряжённо на рынке труда. Обстановка очень напряжённая. Поэтому эффективность мы оценим, когда она пройдёт и когда мы узнаем о количестве трудоустроенных. На сегодняшний день будут предприятия участвовать. Мы узнаем, какие они нам вакансии могут предложить. Посмотрим, какие специальности наши имеют подучётные. И уже будем анализировать спустя неделю. По словам начальника Ленинского РУВД Василия Найденко, к сожалению, далеко не все безработные этой группы пользуются возможностью трудоустроиться. Проблема такая есть. Зачастую она связана с тем, что сами ранее судимые лица не горят желанием трудоустраиваться на какую-либо работу. Они привыкли и хотят жить на широкую ногу, не работая и ещё получать какие-то дивиденды. Судя по опыту проведения предыдущих ярмарок вакансий, бывшие осуждённые, как правило, с пониманием и благодарностью относятся к проведению таких акций. Они готовы найти себе применение в жизни и стать на путь исправления. Алла Внучко, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новости. Гродно+. Для сюрприза повод не нужен. Гродненская табачная фабрика «Неман» посетила Панимунский детский дом и устроила для ребят настоящий праздник. Сотрудники предприятия приехали не с пустыми руками. Они подарили ребятам новый музыкальный центр, а руководству вручили денежный сертификат для приобретения необходимых вещей. К слову, Гродненская табачная фабрика каждый год посещает несколько детских домов. И лучшая благодарность для сотрудников предприятия – это детские улыбки и горящие глаза. В Панимунском детском доме побывала и наш корреспондент Наталья Иванченко. Улыбки на лицах детей. Что может быть дороже? Особенно, если речь идет о детях, которые лишены родительской заботы и ласки. Именно поэтому открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман» решило приехать в гости в Панимунский детский дом и подарить ребятам праздник. Праздник в виде музыкального центра, с помощью которого всегда детки смогут провести интересные вечера, отдохнуть от учебы, от повседневных своих проблем. Ну и сегодня, пользуясь случаем, табачная фабрика пригласила деток Панимунского детского дома в наш профилакторик, на данный момент в котором идет реконструкция. Он будет направлен для, скажем так, для деток, чтобы они могли там поиграться, отдохнуть. Также взрослые, чтобы хорошо себе могли провести время. Представители Гродненской табачной фабрики уверены, что подаренный музыкальный центр станет активно использоваться на различных музыкальных мероприятиях и праздниках. Также гости пообещали и в дальнейшем сотрудничать с Панимунским детским домом. К слову, Гродненская табачная фабрика ежегодно посещает один-два детских дома и оказывает спонсорскую помощь в виде денежных сертификатов или покупки необходимого оборудования. В рамках данного визита приехал и председатель профсоюзного комитета Гродненской табачной фабрики «Неман» Сергей Макаревич. Он вручил директору детского дома подарочный сертификат на сумму 3 миллиона белорусских рублей. Что касается профсоюзов, то они не остаются без участия к проблемам страны и к нашему будущему. А действие этого детского дома является нашим будущим. И мы надеемся, что они все вырастут и станут достойными гражданами Республики Беларусь. В Панимунском детском доме проживают 53 ребёнка – от 3 до 18 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всех воспитанников и сотрудников детского дома представители Гродненской табачной фабрики «Неман» поздравили с наступающим праздником – 20-летием со дня образования. А музыкальный центр и сертификат на денежную сумму стали своего рода подарком к юбилею. Аталия Иванченко, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. И о спорте. Недолго оставался без дела известный белорусский специалист Сергей Камбур. Он единственный тренер, кому с Гродничанкой удалось прервать чемпионскую гегемонию столичного бента у Белаза в сезоне 2007-2008 годов. Напомню, в межсезонье Сергей Камбур покинул пост наставника Гродненской команды, который занимал полтора десятка лет. Официальная причина отставки – спад в результатах. В настоящее время тренер принял аутсайдера чемпионата Белоруссии в Витебск-Ганну. Хоккеисты «Динамо» потерпели третье поражение подряд в континентальной хоккейной лиге, уступив на своем льду соперникам из «Югры-03». После неудачных матчей в Ярославле и Сочи в Минск-арене от «Зубров» болельщики ждали более сдержанной игры. «Югра» не самый сложный соперник без звучных имен в составе, но в текущем сезоне уже смогла выиграть важные матчи у более искушенных на турнирном пути команд. «Динамо» Минск продлила свою неудачную серию игр и постарается прервать ее 25 сентября в домашнем матче с автомобилистом из Екатеринбурга. Белорусская теннисистка Александра Соснович одержала вторую победу в основной сетке турнира в Сеуле. На этот раз она взяла верх над словачкой Магдалиной Рыборяковой 6-3-6-3. Теперь в четвертьфинальном матче Александра Соснович встретится с американкой Слоун Стивенс. Беларусь Василий Икриенко впервые в карьере стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе. Он выиграл в американском Ричмонде в блестящем стиле индивидуальную гонку с раздельным стартом и получил лицензию на участие в Олимпийских играх 2016 года. Еще один белорус Константин Севцов финишировал 27-м. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Оставайтесь с нами и приятного вечера!